Итак, сейчас лидер зрительских симпатий в партнерской сети. Широкую известность компании Интерволга принесли не только деловые успехи, но и статьи о Bittrex 24 и разработке. Наверное, не случайно. Именно доклад Степана Овчинникова занял первое место на голосовании среди партнеров 1S Bittrex, вот среди тех, которые люди хотели услышать и увидеть именно на этой сцене. Ну, злые языки, поговариваю, что, возможно, это все из-за такого хитро сформулированного названия, но нет, я думаю, что все-таки речь идет прежде всего о контенте. Итак, вот тот самый доклад мы прямо сейчас вам с радостью и представим. Давайте встречать Степана Овчинникова, Интерволга! Ваши аплодисменты! Действительно, я стою на этой сцене, потому что, честно говоря, шутки ради подал доклад, в котором было слово на букву «Ж», вы за него проголосовали, вот подстава неожиданная от организаторов после завертайлова выступать, это же чистый приговор, но я попробую. Итак, о чем мы с вами поговорим? Мы с вами поговорим о прошлом, настоящем, ну, я надеюсь, о счастливом будущем веб-разработке. Как исторически мы работали всегда раньше? Приходит к нам заказчик и говорит «хочу». Ну, что «хочу», конечно, он не говорит, но давайте поиграем. Чего хочет заказчик, друзья? Мир! Правильно, конечно, заказчик всегда хочет денег и славы. Никогда ничего другого заказчик не хочет. И он, конечно, прибегает к нам, и мы ему говорим «а?» Кто говорит? Говорит такой мальчик за компьютером. Ну, признайтесь, ну, в зале есть исключение, это девочки за компьютером. Каждый из нас ощущает себя таким мальчиком за компьютером, который вот сейчас возьмет и что-нибудь будет делать. А заказчик, напоминаю, пришел за деньгами и славой. Разработчик не знает, что говорить. Он не про деньги. И тогда заказчик говорит «ладно, черт с тобой, я решу за тебя задачу, я скажу, что тебе делать. Сделай мне зеленое и адаптивное». И даже в этом случае наш брат-разработчик не знает, что делать. Он говорит «давай бриф, заполню смету». Друзья, кто на этой неделе говорил «давай бриф?» Вот они, эти люди. Есть такие. Честно, я сам так делаю, не стыдитесь. В чем проблема? Заказчик не хочет заполнять бриф. Потому что в любом брифе типовом, ну, в любой компании такого типа, вот, которая использует брифы, брифов там, ну, 15 это максимум. А заказчиков гораздо больше. У нас, кстати, был один клиент потрясающий, у которого были веб-формы на сайте минимум из 60 полей. И мы говорили «друзья, зачем так?» Ну, это же обижает заказчиков. Им говорят «все нормально, это фильтр». Вот если у вас есть цель отфильтровать, то да. Если вы хотите, чтобы люди с удовольствием заполняли брифы, не давайте им заполнять брифы. Потому что там треть вопросов не про него, еще треть он не понимает. Ну, и еще процентов 40 это вопросы, которые он не знает, зачем вы спрашиваете. И вы не знаете, зачем вы их спрашиваете. Поэтому не надо брифы. В общем, как-то они договорились, и получилось вот такое вот некоторое изделие, значит, зеленое, вероятно, адаптивное. После чего заказчик, ну, помыкался, значит, претензии и замечания пойдет. Пойдет. Значит, расстались и пошел он дальше. Ну, и обычно деньги получены, исполнитель счастлив, все же хорошо, ради денег работали, поработали. Была ли слава у заказчика? Ну, вот давайте тоже поиграем. Я году, наверное, в 2006 впервые увидел и услышал Андрея Терехова. Знаете такого? Вот он рассказывает байку, что когда он работал менеджером в студии, очень плохо они работали, даже как все их конкуренты, но он был единственным, кто звонил и спрашивал, ну как? Ну как? Ему говорят, да отвратительно. Но при этом репутация была прекрасная, потому что им было хотя бы не пофиг. Друзья, поднимите руки, кто звонит по итогам проекта по разработке сайта и спрашивает, а деньги и слава есть? Слушайте, ну много рук, правильная аудитория, молодцы. На самом деле я, конечно, немного шучу, и проблема не в том, что нам уж совсем пофигу. Вопрос в том, о чем мы разговариваем. И вот прошло время. Мне кажется, что мир очень сильно изменился. Ну, во-первых, мы стали делать другие вещи. Мы стали разрабатывать CRM-системы, стали автоматизировать процессы, стали писать софт, стали интегрировать все это с 1С, со сквозной аналитикой. Но даже если вы все еще делаете сайтики, все равно заказчики поумнели, у заказчиков стало меньше денег, а технологии стали дешевле. И теперь можно собрать тот же сайт за миллион рублей, который мы привыкли разрабатывать, на конструкторе Bittrex 24. И это хорошо. Жизнь становится другая, разговоры становятся сложнее. Давайте поиграем снова. Мы делаем CRM-процессы, прибегает заказчик, чего он хочет? Ну, вы знаете, да? Он хочет денег и славы, ничего не поменялось. И мы другие. Мы теперь вот такие. Мы, значит, с планшетиком, мы рисуем диаграммы, у нас у всех на сайтах кейсы исключительно в рублях сформулированные, правда? Мы другие. И он говорит денег и славы, а мы ему? А мы ему нет. Мы все еще обладатели тикетного сознания. Мне кажется, я сам придумал это слово. Есть клиповое сознание. А вот у наших братьев-разработчиков, у них тикетное сознание. Это люди, которые умеют хорошо поставленную задачу хорошо сделать. Сверстать, даже протестировать потом. Запрограммировать что-то и даже задеплоить. Выполнить проект, если там понятно, что делать. Бриф заполнен, можно работать. Вот это тикетное сознание, на самом деле, конечно, основа нашего продакшена. Мы хорошо умеем производить инструменты по поставленным задачам. Но мне кажется, от этого нужно уходить. Есть такая проблема. На рынке полно людей, которые говорят, я хочу денег и славы. Это заказчики. Их очень много. И правда, в России мне один клиент подарил прекрасную формировку. Они сказали, Степан, вы знаете, в нашей организации очень много проблем с компетенциями, с кадрами, со временем. У нас только с деньгами проблем нет. Вот, мне кажется, это портрет в среднем российского заказчика. Действительно, деньги есть. Есть очень много людей, с которыми компетенция… Давай тикет, я все сделаю. Заполни и бриф. Нет компетенции человека, который знает, как наши технологии применить для того, чтобы у заказчика было деньги и слава. Ну, никто даже, честно говоря, мне кажется, и не думает особо об этом. И в чем большая проблема? Его нет, этого человека. И его нет не только у нас. Наше дело маленькое. Но его нет и у заказчика. Ты приходишь к заказчику, спрашиваешь, что будем делать? Они говорят, будем внедрять СРМ. Круто. Зачем? Что получится в результате? А карточку СРМ вы видели? А вы точно ее видели? А вы точно понимаете, что она акты не делает? Автоматические акты сверки тоже. Вот этот разговор, это я сейчас не ругаю продукт, понимаете? Продукты бывают самые разные. Дело не в продукте, дело в мышлении. Такого человека нет вообще. И по уму, конечно, этот человек должен быть на обеих сторонах. Он должен быть и у заказчика, и у исполнителя. Два умных человека, да с ресурсами, да с деньгами. Все сделают. Но на практике это приходит только с опытом, которого тоже мало у кого есть, со знаниями, с успешными проектами и так далее. Что делать? Я вас убедил, да? Нужна компетенция у нас с вами, чтобы мы умели переводить запрос на деньги и славу в конкретный список итераций, где уже внутри нам потребуется тикетное мышление. Я вас убедил, да? Нужно такого человека растить. А кто это? Знаете, как в прекрасном фильме «День выборов» «А Люба это кто?» Вот кто этот человек? Есть какие-то версии? Кто этот человек? Кто будет тем человеком, который будет отвечать на вопрос насчет денег и славы? Угадали, да. Это ты. Вот ты, сидящий в этом зале, который наверняка сделал два десятка проектов, ну как минимум, поруководил двумя десятками сотрудников, ну как минимум. Вот именно тебе это и делать. Ну и я, собственно, расскажу, как. Во-первых, ключевая моя мысль в том, что работает метод перекрестного опыления. Это значит, что когда вы ходите по клиентам, не худо бы у них спрашивать, как вы зарабатываете деньги, как вам помогают наши системы, а что у вас работает, а каковы итоги предыдущего проекта по автоматизации, а сколько времени вы внедряли переход с 1177 на 822. Очень полезный вопрос. Сразу его позволяет понять, как организация быстро принимает решения. Если меньше года, это быстро, друзья. Это быстро. Вот этот метод перекрестного опыления, он очень хорошо работает. Я его начал бессознательно применять много лет назад, а потом стал применять сознательно. Это помогает. И постепенно вот таким вот человеком в красном плаще станет каждый из вас, если будет им пользоваться. Конечно, если рассчитывать только на свой опыт, если все шишки набивать только собственной головой, жизни не хватит. Ну, очень банальный совет дам. Думайте головой, читайте кейсы. Особенно читайте кейсы маркетологов. Маркетологи и вообще люди из мира интернет-рекламы, да и просто рекламы, они обожают писать кейсы с числами. Расскажу вам маленькую историю. Когда-то давно наш офис как-то совершенно случайно подписали на журнал, есть такой Intelligent Enterprise. Это был бумажный журнал, и он года три почему-то приходил к нам в офис. Мы, по-моему, не платили за подписку, но я его время обеденную прерыву читал. Черт побери, до чего полезная книга. Ну, в итоге оказалась книга. Там много было по делу, сколько времени внедрялось в аптечной сети новая система автоматизации, и как они там мучили сотрудников, чтобы они не плевались. Полезнейшая вещь. Читайте кейсы. Ну, свои пишите, а сначала чужие читайте. Что делать конкретно? Конкретно у меня очень простой посыл. Нужно продавать в каждом маломайскосерьезном проекте такую штуку, которая называется бизнес-анализ. Бизнес-анализ – это процесс, когда вы входите в организацию и говорите, друзья, сейчас мы будем вас анализировать. Мы нарисуем какие-то схемы, составим какие-то таблицы. Ну, вот так не говорите, но мысль именно такая. Итогом этого будет то, что мы разберемся в вашем бизнесе достаточно хорошо, чтобы предложить вам осмысленный план внедрения. Это занимает несколько недель работы на каждый блок, а блоков несколько, и обязательно нужно проводить личную встречу. Что при этом делается? Надо обязательно поговорить с лицом, действительно принимающим решение, нужно поговорить с его подчиненными, и желательно поговорить с полевым персоналом. Я имею в виду продавцов. Как бывает? Приходишь ты к заказчику, он говорит, лидов много, рынок полный, продавцы тупые. Отлично, внедряем, серая, да? Потом приходишь к продавцам, говоришь, знаете, друзья, говорят, рынок огромный, лидов много, вы тупые. Что вы получаете? Вы получаете, конечно, обширную обратную связь по поводу происходящего. Ну, понимаете, шутку, да? Не надо говорить так, но спросите у каждого, пожалуйста, друг, а у тебя что болит? Что у тебя не получается? И нужно, конечно, в процессе этого разговора определиться с тем, чего хочет каждый участник, какие он видит проблемы, что он собирается делать непосредственно для достижения цели. А дальше нужно включить мозг на полную, все ваше перекрестное пыление, то, что вы накопили к этому моменту, собрать в кучу и написать этому клиенту портрет будущего. Ну, я так этот раздел обычно называю портрет будущего. Через полгода, через год, сколько вы поставите себе цели и пишите там все, что вы думаете про этого клиента и про то, как у него в будущем будет выглядеть система. Вот в этот момент очень полезно, если у вас достаточно знаний и достаточно уверенности в себе, как раз и поговорить с ним про деньги. Например, сейчас вы получаете одну тысячу лидов в год и конверсии у вас 1,1%. Если все будет хорошо, а вы же ему не только сервисово внедрите, вы же ему маркетинки построите и сайт отлично приведете в порядок и продавцов научите, лидов будет вот столько, конверсия будет вот такая, а если курс доллара не поменяется, так и маржинальность поднимется. Вы можете об этом поговорить? Можете, разговаривайте. Ну и потом, конечно, нужно поговорить об этой цене с заказчиком, сопоставить ее с проектом внедрения, составить некий план и просто сделать его. Какие вопросы задавать? Я уже говорил об этом сегодня. Главный вопрос, который вы должны задать, ребята, как вы зарабатываете деньги? У меня был потрясающий кейс, меня пригласили в хорошую компанию, оцифрованную, не из цифровой сферы, но два руководителя, айтишники, приятные ребята, когда люди на третьей минуте разговора говорят мне, сквозная аналитика и показывают структуру своей SQL-базы, которую они там в рамках ERP разрабатывают. Ну, такое ощущение, что к друзьям пришел. 80 человек в офисе, хорошие компьютеры, отдел такой, отдел сякой. И потом в разговоре совершенно был невинный разговор. Они сказали две вещи. Сколько им обходится один лид, мне уже не понравилось это число, а потом они назвали число этих самых лидов. Я тоже начал понимать что-то недоброе. Я спросил, ребята, это в месяц или в год? Они сказали, это вообще. Ну, возраст примерно был нападающий, мне позволила ситуация. Я спросил еще через 10 минут, то есть я правильно понимаю, что вы операционно глубоко убыточны, что у вас расходов ну примерно в 4 раза больше, чем доходов. Они говорят, да. Это не к тому, что они плохие бизнесмены. Это к тому, что многие бизнесы находятся в этой стадии и нужно понимать, чего им не хватает. Оборотного капитала, компетенции, выручки на сотрудника. Не бойтесь об этом разговаривать. Ну, и я считаю, что каждый человек, проводящий подобный бизнес-анализ, должен не бояться залезть в самую глубину. В интернет-маркетинге для этого вы должны в нем разбираться. Я считаю, что каждый руководитель продакшн-компании должен разбираться в интернет-маркетинге довольно хорошо. В 1С, в то, как у них работают продавцы. Конечно, вы не супермены. Суперменов очень мало, да, мы не из них. Берите подмогу. Бизнес-анализом должны заниматься самые лучшие люди. Но не бойтесь слезть в глубину. Тогда это будет стоить правильных денег и приносить правильные результаты. Сергей Рыжиков как-то сказал хорошую фразу, что мы должны для своих клиентов стать этакими замами по интернету. Мы должны проходить в компанию и говорить вот так, вот так и вот так делаются веб-проекты. Я деформулировал, мы должны стать для них руководителями по проекту венджения СРМ и по внутренней автоматизации. А для этого нам нужно к нашим IT-компетенциям добавлять бизнесовые компетенции. Собственно, что я уже перечислил, что нам нужно знать, управление проектами, 1С, уметь стратегически мыслить или хотя бы хорошо делать вид. Почему? Потому что то, что мы с вами сейчас обсуждаем, бизнес-анализ, очень многие компании вот этот процесс называют процессом стратегирования. Они говорят, у нас есть стратегия на этот год. Любой консультант по стратегии скажет, что на год стратегии быть не может. Поэтому, конечно, тут не надо спорить о названиях, тут нужно просто понимать, что часто то, что вы будете делать, будет касаться стратегии. Понимайте, как работают стратегические консультанты. Это, кстати, не очень трудно. Посмотрите, на ютубе есть полно подборок роликов с руководствами для фасилитаторов. Они рассказывают друг другу, как правильно фасилитировать. Довольно интересно. Про копилку кейсов я уже говорил. Как качать команду? Сначала нужно прокачаться самому, а потом сделать самое главное. Нужно перещелкнуть в голове каждого менеджера проектов стикетное сознание в другое немножко. Зачем мы это делаем? Почему мы делаем именно это так? Какие будут результаты? И были ли результаты? Вот если хотя бы каждый менеджер проектов у вас в компании начнет задавать себе эти вопросы, это уже большое дело. Они уже будут работать немножко на другом уровне качества. Пример. Пример не покажу, расскажу последовательность этапов. Первое и самое главное. Мы должны убедиться, что мы продаем то, что мы можем сделать. Для этого мы должны попасть в бэкграунд. Наш бэкграунд должен попасть в ожидание клиента. Мы должны убедиться, что у нас есть кейсы и мы справимся. Потом мы должны продать им этот самый бизнес-анализ. Здесь написана цифра от 200 до 500 тысяч рублей. Я знаю полярные точки зрения на эту сумму. Ой, давайте с вами поиграем. Поднимите руки, кто считает, что это дорого. Слушайте, отлично, вы мне нравитесь. А кто считает, что это дешево? Ага, слушайте, а у вас, я понял, у вас нет точки зрения на этот вопрос. Нет, на самом деле, если серьезно, то любые стратегии с большой дороги, любые консультанты, они говорят, что это, конечно, дешево. Что за такую работу да так проведен, и надо брать больше денег. Если говорить о тех, кто сталкивается с этим впервые, они говорят, постой, мы же всегда это бесплатно делали. Я говорю, как? Заполни бриф, сделаю смету? Нет. Мне кажется, что это довольно справедливая цена, ее можно брать, понятно, за что мы ее берем. А потом мы тратим 2-3 месяца на то, чтобы в компании сделать вот такой вот анализ. Это довольно трудоемко. Это требует участия лидеров компетенции, это требует порождения документов, и потом этот документ нужно исполнить. Сразу скажу о рисках, которые я вижу на этом пути. Ну, самый главный риск, конечно, это ответственность. Вы меня спросите, постой, но если мы сейчас поговорили с клиентом о его деньгах, он же потом спросит, если что-то не получится, где мои деньги. Мне кажется, это не совсем так. Здесь опыт продажи интернет-маркетинга очень сильно помогает. Бизнесмены, люди-то вообще-то умные. Они, конечно, хитрые, но они еще и умные. Они понимают, что нельзя спрашивать, ну, условно, с компьютерщиков, консультантов и внедренцев за результат тех процессов, которым они не управляют. Друзья, вы не управляете этим процессом. Вы предлагаете видение будущего, в которое может вмешаться товарная матрица, курс доллара, задержки на таможне, квалификация продавцов. Конечно, чем за большее вы будете отвечать, тем больше с вас будет спрос. Но это уже другой разговор. Я не сталкивался пока с такой ситуацией, когда на внедренцев вешали бы собак по поводу того, что, друзья, что-то внедрение не очень. Вы помогаете процессу, вы не контролируете его полностью. Ну, и, вожжал еще один вопрос, зачем это вообще делать? Затем, что если мы будем продолжать покупать процесс, я думаю, что довольно скоро его перестанут покупать. И второе, это очень хороший способ подстройки. Мы обнаружили, что как только мы начали клиентам очень вскользь, очень вот так вот по диагонали, говорить о том, что вообще-то мы умеем делать бизнес-анализ, и мы можем вам вот такую вот штуку сделать, вот посмотрите примеры, они стали приходить и говорить, ой, а нам можно? И что интересно, они хотят не того, что мы им изначально продавали. Они видят это как-то под своим углом, но они делают очень точный, очень целевой запрос. Они хотят разговоров о будущем с теми, кто это будущее поможет построить, потому что среди чистых стратегов очень много чистых теоретиков. Давайте не будем такими. Спасибо. Вот ссылка, по которой… Вот ссылка, да. Спасибо. Это ссылка на статью у нас на сайте, где выложены примеры бизнес-анализа. Можно зайти, почитать, скачать. Большое вам спасибо. Степан, спасибо большое. Не уходите пока что. Не готовы вас так быстро отпустить. Появляются вопросы. Вот первый из них. Как в первый раз продать и сделать аналитику? Самая главная проблема, с которой, мне кажется, сталкиваются люди, они просто страдают синдромом самозванца. Им кажется, что они этого не умеют. Друзья, вы умеете. Поэтому первый раз, когда вам покажется, что клиенту это можно продать, попробуйте продать. Пусть это будет для вас убыточно, но вы сделаете, и у вас все получится. Окей. Продолжает в режиме онлайн. Все давно предлагают сужать набор компетенций и услуг. Это позволяет расти на конкурентном рынке. У вас наоборот. Точно сработает? Ну, да, действительно, это две противоположные стратегии. Интеграция или, как это называется, наоборот, специализация. У меня очень простой ответ на этот вопрос. Мы большая компания. Когда в ней работает, вот как недавно показала Перепить, 67 человек, мы можем себе позволить, что вот эти двое про производство, вот эти пятеро про маркетинг, вот эти пятнадцать про, не знаю, про CRM и так далее. Просто нас просто много. Поэтому мы так можем. Продолжаем, Блиц. Сколько бизнес-ролей за 200 тысяч опрашивать? Вы знаете, это не зависит от цены. Это скорее зависит от компании, в которую мы приезжаем. Ну, я думаю, что минимум четыре. Минимум четыре человека, типа людей, с которыми надо поговорить. А если компания большая и разветвленная, есть руководитель таких продаж, всяких продаж, там отдельно колл-центр, то их можно собрать всех, гуртом поговорить, потом, соответственно, более интересно и поговорить отдельно. Честно говоря, это немножко импровизация всегда. Кстати, стратегические сессии тоже проводятся всегда методом импровизации. Есть план, но попробуйте заставить консультанта подписаться под планом. Неа. Он приезжает и импровизирует на основании хорошо заготовленных материалов. Так, опишите клиентов, которого заходит бизнес-анализ. Это клиенты, которые не уверены, что им нужна конкретно эта ваша услуга или у которых уже был опыт того, что им внедрили что-то неработающее. То есть, ну, несколько, хороший вопрос, несколько отсекающих факторов. Во-первых, у них должны быть деньги. То есть, это не последние деньги внедрения, которые они собираются на вас потратить. Второе, они должны формулировать эту мысль. У нас сложные задачи, у нас большая компания, у нас нет плана будущего. Они либо это проговаривают, либо вы просто спрашиваете их у них. Вот первый раз, когда мы это продали, было так. Клиент написал в открытую линию, здравствуйте, здрасте, мы вот такая компания, у нас вот такая потребность, у вас так много всего на сайте, давайте все делать. Я говорю, постойте, постойте, так не бывает. Нельзя одновременно хотеть гулять, пищать и кушать. Ну, не бывает. Он говорит, нет, я хочу все. Я еще раз говорю, ну подождите, ну как же. Ну и действительно, я понимаю, что у человека есть деньги, у него есть боль, он давно ищет подрядчика, ну нельзя, правда, сразу отстраивать ему и маркетинг, и сайт переделывать, и срм внедрять, и, я не знаю, какую-нибудь там систему учета допиливать. Но это правда невозможно. Нужно сначала подумать головой. И тогда, вот это был наш первый случай, когда мы осознанно продали бизнес-анализ, сделали его, ну, конечно, сделали кучу ошибок по дороге, но опыт был положительный и все хорошо. Вот еще уточняют, а можно купить на рынке бизнес-аналитика? Хороший вопрос. Я не знал, я не знаю. Мне говорят некоторые мои коллеги, конкуренты, что ерундой занимаешься, найми бизнес-аналитика, но те люди, у которых в резюме написано бизнес-аналитика, они умеют все, что угодно, вот кроме того, что я спрашиваю. Мне кажется, нет. Еще очень важный тезис, можно ли это аутсорсить, у меня кто-то спрашивал. Мне кажется, что да, аутсорсить можно, но лучше, если вы будете делать это сами, результат будет лучше и вам будет полезнее. Ну и вот, как раз те, кто хочет, чтобы им было полезнее, какие стандарты вы используете при бизнес-анализе, спрашивают. Какие стандарты? Какие стандарты вы используете при написании технических заданий на веб-сайты? Вот примерно те же. Есть стандарты, есть стандарты в виде гостов, конечно, есть, нет, на самом деле, чукча, не читатель, чукча писатель, это плохая практика, конечно, нужно перед тем, как начинать что-то писать, что-то хотя бы почитать, это безусловно, но на практике люди не ждут того, чтобы вы сдавали им стандартные документы, люди ждут единицу смысла. Она должна, конечно, иметь какую-то конкретную форму, но это очень частый вопрос. IDF0, давайте отвечу, IDF0 использую. Не надо, не надо, эта шутка была. Спасибо. Еще один вопрос, зал продолжает нас бомбардировать, как перебороть боязнь брать больше денег? Вот у кого-то, видимо, на этот вопрос прекрасно отвечал господин Токовинин, он говорил, либо вот так зажмуривайтесь и называйте, либо просто разделите, этот процесс. Один человек считает сметы в часах, другой умножает на ставку часа и третий отправляет клиенту. Нет, если немножко, да, если серьезно, неоднократно мы это проверяли, и, честно говоря, страшно делать это в следующий раз, я вот сегодня об этом уже говорил, мы неоднократно проверяли, что если повысить цену на 20%, то от вас уходит только тот клиент, который давно искал повода. основная масса клиентов не замечает повышение цены на 20%, поэтому весь вопрос в чистоте, как часто вы будете повышать цены на 20%. Спасибо, Степан, отличное правило 20%, ваши аплодисменты, Степан Овчинников, замечательно, это было супер, плотно, интересно.